Победа в Великой Отечественной войне Победа в Великой Отечественной войне В братской нашей Украине, в нашей же земле, в нашей стране Победа наша приравнивается к нацизму Мы приравниваемся к нацизму Что происходит там вообще? Я думаю, это очень серьезная вещь, которую надо со всех сторон рассматривать Здесь нет одной какой-то целевой установки, как можно было определиться Ну, во-первых, американцы в 1991 году заявили, как известно, о том, что холодную войну они выиграли И даже, как известно, была учреждена медаль за победу в холодной войне Которую награждали, прежде всего, конечно, сотрудников спецслужб, советологических центров И так далее, и так далее Но оказалось, что их расчеты не совпали с реальностью Россия встала с колен Стала достаточно мощным, серьезным государством, геополитическим игроком Вот на это они никак не рассчитывали И поэтому, когда прошли симптомы серьезные уже такие, я бы сказал, даже реальные факты Что Россия занимает определенную нишу, имеет свои интересы И открыто это артикулирует в лице президента нашей страны То тут вот изменилась ситуация И начали опять искать точки, по которым можно воздействовать на Россию Ну, пока еще, к счастью, не боевые точки, да? Не боевое соприкосновение А в области философии, идеологии, значит, реальности нашей обыденной жизни и так далее Но понимают прекрасно, что поскольку, я это, в мой взгляд, личный Поскольку у нас нет еще не выработано национальной идеологии определенной Да некоторые ссылаются на Конституцию, вообще говорят, что и не должно ее быть Национальной идеологией, я категорически противник такой постановки вопроса Она должна быть, должна быть цель у народа и у страны Так вот, все понимают, что прекрасно, осталось несколько краеугольных камней Камней, таких, на которых наши скрепы, если можно так сказать На которых держится наше общество, наше единение Наше понимание, что мы пойдем вперед и будем дальше позитивно развиваться Вот одна из основных точек, вот эта, как раз и является Наша победа, наша роль великой нашей страны В том варианте Советского Союза Роль Красной Армии и ее флота Наших полководцев, наших военнослужащих, солдат и офицеров Которые они сыграли в эту войну И, конечно же, если мы рассматриваем Вторую мировую войну То для нас, для нашего народа И для многих стран сегодня самостоятельных, государств Которые являлись в тот период республиками Советского Союза Единая наша была победа Конечно же, для нас этот праздник един Он велик И велик прежде всего тем, что наша страна в тяжелейших условиях Отстояла не только свою свободу и независимость Но и принесла ее в Европу И в итоге победили фашизм Вот эта позиция очень не устраивает Очень не устраивает Ее начали раскачивать давно Это не сегодняшний день Когда начались произноситься теории различные И доказываться фактами Что, ну да, Россия участвовала, да Но не столь ее велик вклад И вообще не с теми целями Россия воевала И вообще она чуть ли не агрессором являлась И так далее Дошли же до чего даже местные наши доморощенные Как я их называю, демократы, да В кавычках, естественно, конечно Дошли до того, что Великую Отечественную войну Пытались на три части разделить Что одна война была, когда мы шли Отступали до Москвы, да Это борьба народа против сталинизма Против того строя, который был Вторая война, это действительно Великой Отечественной Это от московских рубежей, грубо скажем До рубежей наших западных Советского Союза Это и была Великая Отечественная, а дальше захватническая война Это как раз то, о чем говорил Яценюк Но мы к этой теме еще вернемся Вообще, если говорить, называть вещи своими именами Мы просто спасли современную европейскую цивилизацию Это безусловно, даже не появились сомнения Андрей Ильич, не опасно ли даже для той же Европы Заигрывание с фашизмом? Вот мы помним, как те же бандеровцы истребляли поляков Почему сейчас Европа так вот в едином порыве Делает ставку на фашизм на Украине? Ну, точнее, на нацизм Я думаю, что ставка на нацизм на той же Украине И спокойное отношение к тому, как маршируют эсэсовцы в Эстонии и в Латвии Обусловлены несколькими факторами Здесь я совершенно согласен, что нет одной причины, объясняющей Помимо того, что идеологические или психоисторические информационные удары по победе Это удары по тем оставшимся немногим скрепам, которые соединяют население на постсоветском пространстве Здесь есть еще одна цель Лишить Россию, как преемницу Советского Союза, прав победителя А следовательно, прав на великодержавность в современном мире Следующий шаг – представить Россию в качестве агрессора И приравнивая сталинскую систему к Третьему Рейху Они тем самым снимают и нашу победу И снимают разницу между агрессором и жертвой агрессора То есть речь идет вообще о переписывании истории последних 70 лет В результате победителем оказываются англосаксы Россия оказывается вместе с Гитлером в одной кампании И таким образом Россия указывает ее место где-то там на обочине истории Бьют они не в историю, а бьют они в современности Дело в том, что, как говорил Орвелл, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее Поэтому любой пересмотр нынешней ситуации, он как правило начинается с пересмотра истории Но справедливости ради нужно сказать, что вот эта западная линия – это только одна из линий В конце перестройки, перестроечная шпана, а затем постперестроечная Они говорили то же самое И в этом смысле даже трудно сказать, кто первым начал ставить под сомнение нашу победу То ли наша пятая колонна, то ли их кураторы за рубежом Я бы только добавил, что для меня, например, сомнение, кто первым Они просто использовали нашу пятую колонну, внедрили ей вот эти идеи А они уже начали первые развивать Они еще на Западе не вякали по этим позициям, по нашей великой победе А первые начали, конечно же, у нас На это работают и книжки Резуна Суворова, и многие другие вещи Пересмотр самой схемы, скажем, начала мировой войны, начала Великой Отечественной войны Ну и вообще-то эти схемы от элементарного соприкосновения с фактами ломаются К сожалению, мы очень часто занимаем здесь оборонительную позицию А противника нужно бить на его территории Например, мы очень часто начинаем оправдываться И говоря о том, что советско-германский договор, который они называют пактом Молотова-Риббентропа Ну да, это вот такая, вроде бы, нехорошая страница Это совершенно излишнее оправдание Нужно говорить о том, что, во-первых, Советский Союз был последней великой державой в Европе Которая заключила договор с Германией И когда нам говорят, что именно с этого нужно вести отсчет Второй мировой войны Нужно отвечать по-другому Отсчет Второй мировой войны нужно вести с 28 сентября 1938 года С Мюнхена Потому что Мюнхен, это и было реальное начало Второй мировой войны Это было создание протоната Сталин с советско-германским договором это протоната просто уничтожил Вот я никогда не мог тоже понять, почему Мюнхен это хорошо, а пакт Риббентропа-Молотова это плохо А потому что пакт Риббентропа-Молотова это был срыв планов по удару по Советскому Союзу Причем, когда, скажем, из письма Черчилля, которые он написал фон Клейсту в сентябре 1938 года Совершенно понятно, что Черчилль понимал, что сдача Чехословакии это начало новой мировой войны Дело в том, что немецкие генералы, которые не были посвящены вот в эту закулисную схему сдачи Чехословакии Они понимали, что в военном плане, если Германия нападет на Чехословакию, у которой была миллионная армия Она потерпит поражение И поэтому они запланировали на середину сентября устранение Гитлера Как только Гитлер приезжал из Бергтесгадена в Берлин, его должны были арестовать, а возможно и убить Но немецкие генералы сделали ошибку Они поставили англичан в известность об этом И тогда англичане, во-первых, отправили Чемберлина, причем в Бергтесгаден, чтобы Гитлер не приехал в Берлин А Черчилля ответил фон Клейсту удивительное письмо он ему написал Он написал ему следующее, что нападая на Чехословакию, Гитлер возобновляет мировую войну Но ни в коем случае нельзя ему мешать в этом И ни в коем случае, особенно в первые 3-4 месяца, нужно подождать 3-4 года И вот потом демократические державы скажут свое слово То есть Черчилль расписал, по сути, схему И Черчилль понимал, что 1938 год сдачи Чехословакии это начало мировой войны Борис Федорович, вот у меня тут есть несколько цитат Людей, которых никак не заподозришь в симпатии к Советскому Союзу Например, Черчилль Все наши военные операции осуществляются в весьма незначительных масштабах По сравнению с гигантскими усилиями России Эйзенхауэр Великие подвиги Красной Армии во время войны в Европе вызвали восхищение всего мира Как солдат, наблюдавший кампанию Красной Армии Я проникся глубочайшим восхищением, мастерством ее руководителей Здесь есть, естественно, цитаты из Рузвельта И других людей, которые потом активно участвовали в Холодной войне Вот почему тогда европейские державы, Америка Действительно искренне восхищались Советским Союзом Наверное, не очень любили, но искренне восхищались Сейчас они нас ненавидят и презирают Может быть, в нас что-то изменилось Ну, во-первых, нельзя рассматривать войну Отечественную войну и Вторую мировую войну Без какого-то социального анализа И понимания этого анализа применительно к современности Еще Зиновьев, наш известный диссидент Говорил, что в этой великой войне Фактически коммунизм одержал победу над капитализмом Это очень знаковые вещи Зиновьев трудно заподозрить, потому что он, так сказать, обладал какой-то большой симпатией К коммунизму, будучи, так сказать, диссидентом Но здесь он открыл правду Дело заключалось в том, что молодая советская страна Несла совершенно другие тренды развития истории на будущее И когда закончилась эта война Прошло много времени И что стали говорить, так сказать, потенциальные противники Они стали говорить о том, что Советский Союз потерпел поражение Вот здесь уже говорили, так сказать, в холодной войне Никакого поражения он, конечно, не потерпел Конечно, были большие трудности восстановления, так сказать, нашей промышленности После 91-го года, после фактической деиндустриализации Но дело заключалось в том, что сегодня современный мир, который стоит перед новым кризисом А капитолин сегодня переживает кризис А в годы кризиса всегда есть стремление опереться на какие-то диктаторские силы Вот это и происходит сегодня Сегодня большие игроки Дело заключается в том, что в условиях глобального мира Значительную политическую роль начинают играть не маленькие страны, а крупные страны Так вот эти большие игроки сегодня хотят выправить свое положение Кризисное положение за счет установления диктаторских режимов Для этого они используют, так сказать, разные полигоны Вот, например, сегодня Украина является таким полигоном Где применяются эти антидемократические А то есть фашистские, полуфашистские, нацистские, можно их по-разному называть Приемы для установления своего диктата Вы задаете вопрос Почему раньше американцы, англичане так хорошо относились к Советскому Союзу? Восхищались Восхищались даже от таков Ну, во-первых, давайте установим правду Они не помогли сразу Советскому Союзу То есть, точнее говоря, их помощь была в основном гуманитарного характера Я имею в виду Лент-Лиз, различные Студебекеры, которые знает наш народ Эта помощь была нормальная, так сказать, существенная Западные страны тогда, или страны западной демократии Считали фашизм большим злом, чем коммунизм Поэтому они старались, так сказать, помогать Но помощь эта была не столь эффективна с точки зрения военной Дело заключается в том, что все-таки, вот вы сказали, Черчилль определил срок в три года И затем, так сказать, начал, так сказать, открыто, ну, открыли фактически второй фронт Они ждали, кто одержит победу, нацизм или коммунизм друг на друга И когда они увидели, что Советский Союз побеждает И что они могут оказаться тоже, так сказать, ни с чем после Второй мировой войны Они открыли этот фронт Конечно, они оказали помощь здесь и нам, так сказать, потому что было бы гораздо больше жертв И с нашей стороны, и с той стороны, если второй фронт не было Потому что немцы умели воевать И они дрались фактически до конца Об этом говорит их промытость сознания Вот сегодня мы наблюдаем на Украине, так сказать, напоследок нацистов Вот эта промытость, вот эта промытость, граничащая просто, так сказать, с дурдомом Вот, она и тогда проявлялась в качестве идейности нацизма Ну, в Берлине шли тяжелые бои до последнего Шли бои, да, а уже мы отпраздновали победу А в Кенигсберге, так сказать, еще продолжались, так сказать, боестолкновения и так далее Война была жесткой, и тем величие победы Советского Союза Поэтому относиться к западным странам, они относились по старой традиции Которые до сих пор, со времен Клаузевца, они придерживаются в понимании войны Клаузевец говорил, что война есть продолжение политики иными насильственными средствами Это определение войны Клаузева Почему они так заинтересованы в этом определении? Потому что с их точки зрения, играть на мировой сцене могут только люди, обладающие силой Реал-политик, теория такая Кто сильный, того мы уважаем Кто слабый, того мы порабощаем Вот как о вас И когда они увидели, что Советский Союз представляет из себя реальную силу Которая может повести за собой и всю Европу Фактически освобожденную Европу, что и произошло, так сказать, после окончания Второй Фронт Они испугались И поэтому вынуждены были открывать Второй Фронт Я как раз подумал, может быть, современную Россию они считают как раз слабым противником Посмотрите, чуть-чуть, ну по большому счету, чуть-чуть мы заявили о своих правах Очень скромными, о их масштабах Нас стали мочить из всех калибров И отнимать у нас самое дорогое Я скажу, нужно сослаться на первоисточники Известный русофоб, так сказать, Бжезинский А он, между прочим, преподает в дипломатических школах Так сказать, формирует дипломатов, их сознание В 96-м году, когда он выпускал свою первую книгу «Великая шахматная доска» Про Россию сказал так А Россия еще даже не вышла на старт политической борьбы Поэтому рассматривать ее на шахматной доске не представляется даже, так сказать, серьезных, так сказать, планов Она вдруг раз, конечно Она слабо отчетней считаться Хотя тогда он уже сказал Но мы должны иметь в виду, что нужно вести так политику Чтобы не было тесного союза у России с Украиной и у России с Китаем Потому что тогда может восстановиться мощь ныне ослабленной России Но ровно лет через 10, уже когда он начал писать вторую книгу о проблеме лидерства Он сказал, что Россия, вот как тут уже говорилось, поднялась из колен Не только поднялась колен, но и стала, так сказать, проводить своеобразную реиндустриализацию Создавать свою оборонную мощь Вот тогда они забеспокоились, что Россия становится определенным игроком на мировой сцене Становится снова вторым полисом Вот отсюда, так сказать, и истерика Надо вам сказать, что им подыгрывает и Европа Но я бы не стал говорить о том, что все в Европе подыгрывают Америки Безусловно Они не заинтересованы в Третьей мировой войне, как нормальные руководители Мало того, левые силы в Европе выступают против того, что творится сегодня на Украине Конкретный пример проявления этого Мне пришлось в свое время заниматься плотным вопросом, как формировались две польские армии у нас в стране Как иностранные воинские формирования и первая армия Андерса, так называемая По материалам я увидел, как они оттягивали любой момент выхода именно на боевые позиции Создают одну дивизию, готовят ее дивизию Руководство Красной Армии предлагает Давайте, мужики, тяжелое положение, помогайте Нет, вот нам надо до конца армию сформировать И как известно, что в итоге получилось? Через Иран они спокойно ушли И, конечно, это все игры-то были из Лондона Потому что где руководство польской армии в тот период времени находилось? Ну и первая армия, я имею в виду Андерса, да? В Лондоне И мне кажется, вот это их внутренний дух Как бы они внешне не артикулировали И не говорили, что они восхищаются Красной Армией и так далее А внутри-то оставалось вот это Ну, понятное дело, нашу страну никто никогда Россию не любил Дмитрий Ильич, продолжение этой темы Сейчас западные страны, прям все заявили демарш, что они к нам не приедут Не знаю, зачем они нам нужны Зато приедут страны, ну в общей сложности представляющие, наверное, 4 пятых населения земли Индия, Китай, Бразилия, ЮАР и многие другие Вот как вы оцениваете, действительно нам на параде будет скучно и грустно Без представителей западных стран, без Соединенных Штатов? А можно я дополню? Конечно Потому что говорили Я хотел сказать о договоре между немцами и нами То есть, дело в том, что Япония, узнав о таком договоре Обвинила Германию в предательстве и свернула свои военные приготовления То есть, мы без него могли бы еще получить войну на два фронта Это было гораздо тяжелее То есть, мы достаточно серьезно выиграли время То есть, он геополитический и стратегический договор был очень правильный Но вот все-таки, к параду победы Вот как вы считаете, действительно ли у нас не удастся праздник без Соединенных Штатов, без Германии, Франции, Англии? Я так думаю, что, скажем, эстеблишмент западный, он действительно не разделяет эту победу То есть, я думаю, что не того результата они ожидали И, естественно, не выиграв, не получив того расклада, который они хотели Там же речь, например, о создании ООН и некого такого надправительственных структур Она шла с 1942 года О том, что обязательно на обломках вот этой войны То есть, вот не получилось с Лигой наций Но вот теперь-то на обломках новой войны Мы уже распахаем мир так, как мы его себе видим Обычно же рассказывают, например, о плане маршала При этом не отмечают тот момент, что по плану маршала Страна, которая получает помощь, передает доступ к своим ресурсам в страну То есть, она теряет суверенитет практически полностью И это Югославия сделала То есть, да Почему мы не получили помощь по плану маршала? Хотя были вроде бы как союзниками Ну и потом тут есть еще, конечно, такой момент, что У нас восприятие войны, оно немножко архаичное То есть, считается, что война это вот Когда мы в белом, в поле друг друга жизнью лишаем Тогда это война И мы, если в ней выиграли, то выиграли Но мы действительно в ней выиграли Но ведь у Третьего Рейха были заказчики То есть, они-то считали ли себя проигравшей стороной в этот момент? То есть, они войну не рассматривают строго как столкновение, скажем, на поле брани Для них война, она тут же переросла в холодную На самом деле, она тут же продолжилась Поэтому и в ней они считают себя победителями Вот как раз то, о чем мы говорили в 91-м году Александр Александрович, вот я все-таки у вас спрошу А вы как оцениваете? Вот я, знаете, просто сел, прикинул, кто не приедет Кто приедет? Слева громкие имена, справа по населению практически весь мир Как вы оцениваете, это трагедия, что к нам на Парад Победы не приедут так называемые развитые страны? Или наоборот, наши, в общем-то, искренние друзья приедут? А я считаю, что многих и приглашать не надо было Ведь не в этом, приедут или не приедут, величие, да? Величие в том, что произошло 9 мая, подписание капитуляции, Германия безоговорочная и так далее И для меня более важно, например, что приезжают те представители тех государств, ныне самостоятельных Которые в составе, как были, республики советские, да? Принимали участие Нас очень многое связывает до сегодняшнего дня У нас ветераны и там, и здесь, которые в одних подразделениях сражались и так далее И для меня вот лично Поскольку я наполовину белорус, наполовину украинца, родился в Сибири, да? Поэтому для меня это все родные народы И когда смотришь, читаешь документы, что люди разных национальностей Вот рядом стояли и рядом погибали или побеждали Чаще побеждали Для меня, например, важнее, что приедут они Причем они тогда даже не интересовались, кто какой национальность А кто этим интересовался? Это был Великий Советский Союз Я не стесняюсь этих слов Понимаете? И поэтому вот мне больше важно, чтобы приехали эти люди А поскольку политика меняется и политическая ситуация в стране меняется Ну о чем мы будем переживать? Ну не приедут американцы, ну не приедут англичане Для меня, например, характерным является очень хороший пример Когда встречаются моряки, английские, американские и наши, которые в конвоях участвовали Вот это те люди, которые реально друг друга вот так, грубо скажем, спасали руками Из воды вытаскивали, огнем прикрывали и так далее Вот я бы хотел, чтобы такие люди приехали Кстати, говорят, что и американские, английские и французские ветераны Очень недовольны политикой правительства по отношению России сейчас Понятно, потому что ветераны, у них своя память историческая И они не могут угнаться за политической конъюнктурой Вот этой, которая сегодня существует Для них есть определенные дефиниции Мы были союзниками Мы воевали бок о бок, воевали Встретились в Таргау, грубо скажем, да? И в некоторых других местах И поэтому, а почему это должно оплевываться? Или почему должны, значит, какие-то переоценки этих событий быть? Поэтому еще раз повторяю Для меня важнее, чтобы приехали те представители государств Которые входили в состав Советского Союза Для меня это крайне важно А еще я думаю, что они хотят изолировать Россию Как один из симптомов, что мы вас изолируем Но фактически они изолируют себя Не приезжая сюда на пост, как говорится, главного субъекта, который выиграл эту войну Они изолируют себя от этой победы Не нас изолируют, а себя они изолируют Мы к каждой программе проводим на нашем сайте голосование, опрос Связанный с темой программы Вот мы провели опрос, почему большинство западных лидеров Отказалось приехать в Москву на парад победы В силу занятости домашними делами 2% Не смогли ослушаться приказа из Вашингтона 21% В знак солидарности с киевским режимом 5% И это акция в общей стратегии пересмотра итогов Второй мировой войны 72% Андрей Вич, как бы вы могли прокомментировать эти результаты? Действительно ли это демарш, направленный, чтобы отнять у нас победу? Конечно Конечно, это одна из акций в этом направлении Здесь нужно вспомнить еще одну вещь Недавно западные страны не проголосовали за резолюцию, осуждающую прославление нацизма Если причем раньше европейские страны воздерживались, то теперь они дружно проголосовали против То есть это, так сказать, очень-очень такая четкая позиция Которая, кстати, отчасти подтверждает правоту нашего замечательного совершенно дореволюционного геополитика Генерала Ядрихина Ван Дамма Который задавал риторические вопросы И, правда, сам на него отвечал Он говорил, что может быть хуже вражды с англосаксом Только дружба И вот то, как повели себя наши союзники Особенно британцы, американцы в меньшей степени Ну, это наглядная иллюстрация Но то, что не приедут праздновать победу Ну, правильно, что не приедут Потому что это наша победа, а не их победа Замечательно Так что, действительно, это честь приехать на эту победу Что Обаме приезжать на эту победу? Какое оно отношение имеет к нашей победе? Какое отношение Кэмерон имеет к нашей победе? Это люди, которые к нашей победе не имеют никакого отношения А вот посмотрите, все-таки, некоторое время назад Наш президент принял решение поехать на годовщину высадки в Нормандии Это же тоже, казалось бы, не наша победа Наших войск там не было никаких Но это знаковый элемент Открытия Второго фронта и так далее В целом в рамках Второй мировой войны И мы не посчитали Хотя отношения уже понятны, какие были в тот период времени и так далее Все равно он поехал туда Потому что это высказать почтение тем солдатам и офицерам Которые свой воинский долг исполнили как союзники Он же не поехал брататься там или восхвалять западных лидеров Он поехал ради солдат и офицеров погибших Вот я думаю, если бы так рассматривалось, да? То многие бы западные лидеры посмотрели бы Здесь тоже речь идет о жертвенности Советского Союза О вкладе в победу Ведь что мы говорим? Цифры называются, они же везде есть, да? Во всех справочниках и нормальные люди могут узнать об этом Сколько Советский Союз жизней оставил на полях сражений, да? Я уже не говорю про мирное население И давайте сопоставим с вкладом Кстати, мы ведь фактически спасли тогда союзников Когда они под Орденами потерпели Естественно, абсолютно Нам пришлось раньше начать наступление Более того, некоторые операции фронтовые начинали раньше срока Даже неподготовленные шли в определенной степени А что неподготовленные значит? Это жертвы дополнительные Чтобы спасти союзников в определенной степени Дело не в англосаксонах А дело в тех элитах Которые возглавляют сегодня этот англосаксонский мир Это вот нужно всегда иметь в виду И всегда иметь в виду те силы, которые существуют, которые не согласны Посмотрите сегодня в Америке, что творится Ведь никто же не говорит о тех проблемах, которые, так сказать, там есть Все время говорят там об украинских проблемах и так далее А что же случилось со странами демократии Когда против выступают люди, считающие, что та политика, которая проводится в этих странах, носит расовый характер Кстати, посмотрите, как там жестко и бесцеремонно все это подавляет Ну это уж само собой, но куда вы денетесь? Демократия в тысячу людей, протеста Обратите внимание, никто не шлет Обаме гневные письма Обама, ты не применяй там силу Чрезмерно Дмитрий Ильич, но вернемся все-таки к теме нашей программы Хотя эта тема тоже в какой-то степени перекликается Вот я смотрю на метание европейских лидеров Вот президент Чехии, он такой мужественный человек Но он приедет, но на парад не пойдет И все они мечутся, неужели они все вот так действительно Вашингтону подконтрольные? Контроль Вашингтона совсем снимать со счетов тоже нельзя Потом нужно заметить, что в европейских странах очень многие из действующих на сегодняшний день лидеров Они, в общем, происходят из семей коллаборационистов То есть есть экс-президент Эстонии У нее родители, они отступали вместе с гитлеровскими войсками Потом она жила в Канаде Естественно, то есть когда она была президентом, например Там при ремонте концлагеря Саласпис были потеряны материалы Или Дональд Туску, которого дед, если я не ошибаюсь, дед, по-моему, был в вермахте, служил То есть там часть-то из них, они изначально не на нашей стороне, скажем так Дело не только во внешнем контроле За 70 лет, которые прошли после 1945 года Американцы сумели, вместе с британцами, они сумели вырастить интеллектуальную и политическую элиту Которая абсолютно обращена в сторону Соединенных Штатов Америки И это была, собственно, одной из задач Второй мировой войны В 1940 году Черчилль сказал, что Британия воюет не с Гитлером и даже не с национал-социализмом Он сказал, что мы воюем с немецким духом, духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился И в Германии, что такое 70 лет в Германии? Это социальная инженерия, где вырастили верхушку, которая абсолютно развернута в сторону Соединенных Штатов Мы говорим все, верхушка Германии, верхушка Англии, верхушка... А если посмотреть на Россию Вот у нас, я, например, помню, Александр Минкин в свое время в московском комсомольце писал, что Если бы Гитлер победил, пили бы пиво баварское Вот сейчас закроют опять мавзолей на 9 мая драпировкой Флаги, ну, государственный флаг Но тогда он был по другую сторону фронта А мы-то сами, мы-то сами кто? Это наша победа вообще? Это победа, безусловно, наша и без всяких сомнений даже Другой вопрос, что вот за те годы, вот с 91-го, даже еще с 85-го, я бы с перестройки, так называемый, начал бы еще Вы посмотрите, что происходило Да Ведь даже в исторической вот науке, под предлогом устранения белых пятен, да? Они чем заполнялись? Они черными пятнами, кляксами заполнялись Грязь Потому что только донялась в грязь и больше ничего Заметьте, какой тезис был провозглашен Победил советский народ без верховного командующего С этого началось И даже вопреки, вот это не могу понять Понимаете? Ни Соединенные Штаты, ни англичане, ни кто своих верховных главнокомандующих ни в чем не обвинил Наоборот превозносят как икону А у нас что получилось? Ну раз верховное главнокомандование во главе со Сталиным и все остальные при нем Они вообще ни при чем оказываются А сам народ мог организоваться, что-то такое сделать и так далее О каком величии можно говорить? Это первое Второе, я уже упомянул о том, что попытки вот эти, это же они сегодня начались С начала 90-х годов, Великую Отечественную войну на три этапа, так сказать Даже с конца 80-х То есть мы сами вот в той системе Не мы здесь присутствующие, да? Но нашли силы, которые вот такую линию проводили И не надо было никаких внешних врагов Американцы, вот мне кажется, да? Они зря эти вот социологические центры распустили Они считали, что они уже победили и так далее Потому что рассчитывали, кого вырастили? Вот смотрите, там доморощенные есть, такие же негодяи Которые все и так очернят, что там было А народ без памяти, это народ без будущего Так вот и на это было все направлено И находились вот такие деятели Которые все, что связано с Великой Отечественной войной Посмотрите, с чего начали Начали ведь первые книги выходить Фашистский меч ковался в СССР Помните, была такая книга, да? Да, да, да Как это подавалось, да? Это же не подавалось, что тогда Изгоями фактически были, начиная с 18-го года После Версальского договора Германия и Россия Ну, наша страна-то, потом Советский Союз Нас толкали на сближение, так оно и было Потому что им было тяжело, и нам было тяжело А уж потом дальше пошло, что мы оккупанты всей Европы, да? Совсем забыли, никто ведь про Великой Отечественную конференцию, Тегеранскую Вы вспомните, длительное время не вспоминал Про те решения Может, сам факт вспоминали Там кто-то в историческом плане Кто-то там, с точки зрения, я помню, были публикации Сколько там войск до охраны было Сколько вожди съели красной икры, там, белуги съели и так далее А вот с точки зрения решений А какие там были приняты решения? Причем совместные решения Безусловно, конечно Вот какое было тогда понимание, на тот период времени Но это уже не нужно было Нужно было объявить, что вот Советский Союз Вот эта сторона, она совсем другую позицию занимала Никакую не другую Эти позиции были согласованы между союзниками Я хочу вернуться к вашему вопросу Вот почему идет драпировка Мавзолея Ленина И как к этому относиться? Я считаю, что это та стесникность, которой не должно быть А что стесняется? Я сейчас объясню Если мы говорим о непрерывности истории Если мы говорим, что мы должны из прошлого взять все самое хорошее Откинув все самое плохое Здесь я солидарен полностью с теми, кто так говорит Но нужно говорить правду Нужно все время говорить правду Когда мы устраиваем, так сказать, различные занавеси над Мавзолеем Изолируя победу И, так сказать, парад Говорят, что парад будет воспроизводить тот парад, который был, так сказать Победоносную, так сказать, нашу войну С которой пролито около 28 миллионов человеческих жизней То не нужно забывать, что это был и результат октября И тот, кто возглавлял октябрь, так сказать, лежит сегодня на Красной площади Хотя он сам был против поклонения, так сказать, мертвым Но этот Мавзолей стал сегодня памятником культуры Которому идут поклониться, как великому революционеру Занавешивать его сегодня на параде Конечно, это двойственность Конечно, это неправда Мы хотим воспроизводить правду о войне Мы должны воспроизвести правду о нашей истории Знаете, если говорить о правящем слое нынешней России Здесь чистая политэкономия Значит, есть Ельцинское наследие Я называюсь людей приказчиками Это те, кто готовы сдать свою страну транснациональным корпорациям Есть другая группа Контролеры Это люди, которые придерживаются тех же экономических взглядов Но хотят сами контролировать эту страну Медведь свою тайгу не отдаст И внешняя политика этих людей Она отличается от внешней политики ельцинских времен Но контролеры попадают в очень серьезные противоречия Если ты хочешь проводить великодержавную политику Ты должен отказаться от ельцинского наследия Более того, от Горбачевского Дать ему политико-правовую оценку Нельзя быть беременным наполовину А поскольку позиция именно такая Шаг вперед, два шага назад То есть внешняя политика Мы победители Но ельцинское наследие не позволяет дать нам правильную оценку Сталинского периода Или того, что было после Отсюда вот такое противоречие И это действительно противостояние двух линий Которые мы унаследовали с поздней перестройки С ельцинского времени Поношение нашего прошлого с одной стороны И с другой стороны Ведь требование патриотической линии Оно исходит сугубо сейчас от внешней политики А не от внутренней Внутренняя политика продолжается совершенно другая Но если ты хочешь противостоять всерьез Западу Ты должен подтянуть внутреннюю политику под внешнюю Или нужно тогда сразу поднимать руки и сдаваться Но как долго продлится это нынешнее переходное состояние? И куда оно все-таки качнется, на ваш взгляд? Снова в антисоветизм? Или все-таки в признание нашей истории? Я пока не знаю, куда оно качнется Потому что Андрей Ильич достаточно правильную характеристику дал элите То есть я не знаю, как они дальше будут с ними договариваться Не будут, потому что они договорятся завтра Потому что Сталин олицетворял реальную альтернативную социальную политику То есть социальную структуру Это не слова какие-то голословные То есть я уж не знаю, насколько я полномочен это рассказывать Это частная история абсолютно человека, который жил в Лондоне И работал в довольно крупной компании Гулял по выходным в парке, как это положено, лондонцам И видит, что сидит дедушка, он читает книгу Причем смеется постоянно Он вспомнил название книги «Сталинградская битва» Что смешного в «Сталинградской битве»? Говорит, дедушка, когда шла война, он был ребенком Говорит, я-то знаю, я-то, говорит, был ребенком Что в этой книге сплошное вранье Я знаю, что дядя Джо воевал за всех рабочих людей То есть это была реальная, альтернативная, социальная Поясните, кто такой дядя Джо? Сталин Подумаешь, что америка Нужно же обратить еще внимание на такой момент Что было коммунистическое восстание в Греции То есть всеми, и нами, и западными историками Никакой руки Москвы там не было близко То есть выбор греческого народа В пользу социалистического развития Был абсолютно самостоятельный Но ее же просто в крови утопили в результате То есть вот пример Советского Союза был настолько зажигательный Тогда, я думаю, он и по сей день остался Потому что мы живем в абсолютно асоциальном государстве И это доказывать, я думаю, не надо Да, посмотрите, что сейчас происходит Памятники, может быть, неформально Краснову ставят, Шкурова Кто-то требует реабилитировать Власова Ну, заказ на патриотизм есть, а достать его нет Совершенно верно А памятников Сталину нету до сих пор По-моему, и ни одного Вы понимаете, дело не только в памятниках Вы понимаете, вот президент провозглашает Очень правильную, здравую идею Уже много раз я от него лично слышал По крайней мере, по телевидению Что надо бороться с фальсификацией истории Кто будет бороться? Вот кто будет бороться? Когда президента был еще Медведев Помните его заявление, что подольский военный архив Давайте разделим, друзья И сделаем архив Министерства обороны И сделаем архив войны Да? Сделано это решение? Не сделано Открыт весь архив? Не открыт весь архив Второе Я считаю, что для того, чтобы проводить целенаправленную работу После 9 мая Сейчас кое-что, так сказать, делается Боюсь, что после 9 мая пойдет на спад Вот тот накал, который сегодня есть Значит, должны быть заранее созданы структуры Ну, в моем понимании Институт истории Великой Отечественной войны Куда собрать хороших специалистов И на его базе разворачивать дальше работу Потому что фальсификация не прекратится Ни завтра, ни послезавтра И нам придется очень жестком противостоянии в этом быть Не только на внешней арене Наших молодых людей воспитывать Чтобы они ни за что-то руку поднимали И в других государствах, которые с нами хотя бы граничат Это вопрос безопасности Это вопрос выживания России В конце концов В конце концов, что такое есть непризнание своей военной истории И наших побед? Это нежелание продолжать службу, допустим, или служить в наших вооруженных силах Отстаивать в боевых действиях где-то наши интересы И Владимир Владимирович абсолютно правильно Помните, совсем недавно его встреча была с журналистами Он правильно сказал Я тоже, когда смотрел этот фильм «Президент» Он правильно сказал, что надо было бойцов, конечно, показать Потому что на них вот это все держалось Понятно, что руководство делало многое и так далее О них мало было что сказано Александр Александрович, я все-таки вам задам вопрос про руководство Не могу его не задать Не будем никого, как говорится, огульно охаивать Но возьмем Владимир Владимирович Я иногда его не понимаю Он говорит, что распад Советского Союза – величайшая катастрофа А что вы с этим не согласны? Я согласен В то же время он говорит, что мы только галоши для африканцев делали Говорит, что защитники Донецка сравнивают их с защитниками Сталинграда И в то же время иногда говорят, что большевики проиграли Первую мировую войну Помогли, вот не кажется ли вам, что у него тоже какая-то раздвоенность есть? Мне кажется, что на него тоже давлеет вот та историческая ситуация Которая сложилась у нас в стране Борис Федорович, вот все-таки продолжение Не кажется ли вам, что наш Владимир Владимирович Как раз олицетворяет раздвоенность нашей страны Мы видели, как в прошлом году он радовался Крыму Было видно, что он радуется И мы вместе с ним радовались В то же время сейчас, вот опять мавзолей драпируют Это показательно Я вот хочу все-таки идею мою самое главное, так сказать, донести Я много осмыслил советскую историю Я не вижу другого подхода к пониманию советской истории Чем восстановление ее прав Вот вы говорите о Владимир Владимировиче Владимир Владимирович тоже не бог Сталин не бог Ельцин не бог Это люди, которые вышли, так сказать, во главу государства Несут на себе бремя ответственности Но как любые люди, они могут ошибаться Они могут говорить не только то, что, так сказать, нужно Но и говорить, так сказать, ошибочно Вот вы затронули проблему большевиков В Первой мировой войне Это не я затронул, это я процитировал Вы процитировали Владимир Владимирович, да? Как раз который говорил по проблемам истории Но ясно, что бывали большевики-то разные Были, так сказать, большевики, так сказать, ленинского призыва Были большевики, которые, так сказать, отстаивали идеи революции Были те, которые стремились к дитеатрским вещам и так далее Нужно всегда подходить конкретно исторически в этих вещах И трудно, так сказать, отказаться от той позиции, которой ты отстаиваешь Если ты сторонник, так сказать, советских взглядов, советской истории Это одна, так сказать, позиция Если ты сторонник, так сказать, такого голого либерализма Это вторая позиция Совместить в одном лице, как сейчас совмещается в политике Экономика либеральная, а надстройка консервативная То, конечно, ничего хорошего это для истории не дает Нам нужно... Но история требует обсуждения Требует дать возможности историкам быть, так сказать Здесь иметь, так сказать, право своего голоса И там, где ошибается человек, будь то верховный главнокомандующий Или какой-то простой человек Его, так сказать, нужно поправлять Я сторонник, чтобы была правда А правда, она не бывает однолинейной Это очевидно для всех И вот тут назывались уже все руководители фактически Начиная с Лениным, кончая Путиным Но нужно подходить и к личностям таким образом Смотреть, что у них было позитивного и что было негативного Не скрывать ни того, ни другого Вот моя позиция Андрей Ильич Вы знаете, ответ на ваш вопрос Почему занавешивается мавзолей Очень прост Потому что если снять это То это идеологический выбор Это занятие четкой идеологической позиции В данном случае по отношению к прошлому А у нас идеология запрещена конституцией В отличие от других стран, которые успешно развиваются У которых есть идеология То есть занавешанный мавзолей Это отказ от идеологии От любого идеологического выбора Ты снял, ты сделал идеологический выбор И должен за него нести ответственность И после этого ты не можешь уже играть в игры Шаг вперед, два шага назад Победа в Великой Отечественной войне Могла бы быть без этой идеологии Без этой организации Без этого лидера Без этого сознания Без этой самоотверженности Вообще могла ли другая сторона Организованная по-другому, чем Советский Союз Победить Гитлера Я думаю, что нет Потому что на самом деле Это же было очень серьезное противостояние Именно на уровне идеологии в том числе То есть если говорить о Третьем Рейхе То там этому уделяли огромнейшее значение То есть тут нужно брать, что где-то в районе Первой мировой войны Вот именно психоисторические войны Они вошли в сферу технологий Потому что там в Кайзерской Германии Третье отделение Это Вальтер Николаи Он, кстати, занимался именно Россией На тот момент То есть он отрабатывал именно методики То есть нужно вспомнить еще Австро-Венгрию Ее, как бы, скажем, проектную работу по Галиции А ведь после падения Австрийской империи Все документы от Вальтера Николаи У него есть мемуары Они очень на уровне разведок Сотрудничали очень близко И все документы уехали в Германию Сам Вальтер Николаи потом был в ведомстве Круппа Тут нужно обратить внимание, что, например, Крупп наиболее жестоко относился к советским военнопленным То есть если брать документы, то нигде не было, кроме как на предприятиях Круппа, объявления о том, что славяне рабы То есть именно Круппские предприятия работали на уничтожение Где-то в 1942 году произошел серьезный перелом То есть стало понятно, что Советский Союз силы не сломать То есть в ведомстве Розенберга происходит собрание В том числе тогда же впервые собирают историков То есть очень большое количество тех идеологических диверсий, которые получились в 90-х годах Они, в общем-то, придуманы не в 90-м году Это, в общем-то, как целиком Говорят, что Гелен 52, по-моему, ящика закопал Своей документацией архивной В том числе, кто к коллапарционизму был склонен и так далее То есть все их наработки, они все выплыли в 90-х годах Но создавать их начали в 42-м году Понимая, насколько именно идеологическая работа серьезнее Не получается у них военным способом захватиться Андрей Ильич, вот я у вас хотел спросить Мы же видим во нашей элите людей, которые ненавидят все советское, лютой ненавистью Конечно Что самое интересное, что я просто это эмпирически вижу на многих людях Больше всего советское ненавидят те люди, которые в советское время получили от советской системы по максимуму Безусловно И сами были догматиками коммунистов Да, совершенно верно То есть, ну, вы совершенно правы, да? Да, действительно, мы имеем дело с действиями пятой колонны И нужно решать этот вопрос Я полагаю, что без политика правового, никакого физического насилия Без политика правового подавления пятой колонны Вопросы не будут решены В свое время Черчилль сказал, что одна из причин побед Советского Союза заключается в том Что была эффективно подавлена накануне войны в Советском Союзе пятая колонна Борис Федорович, а возможно ли вообще подавить пятую колонну без реабилитации Советского Союза? И Иосифа Сергеевича Сталина лично Я бы не так ставил вопрос Невозможно, так сказать, победить пятую колонну Которая присягнула капитализму без ликвидации капиталистических отношений Вот тогда этот вопрос будет правильно И тогда можно будет оценить роль, так сказать, Сталина Насколько он способствовал коммунистическому воспитанию народа Какие он делал ошибки и что он делал полезного Я, например, могу сослаться на биографию, так сказать, или воспоминания Василевского Который говорил о том, что он признавал ошибки в начале войны, так сказать, Сталина Но говорил, что Сталин умел хорошо учиться И уже к концу войны он стал, так сказать, вполне полноценным, так сказать, военным Главнокомандующим вооруженных сил То есть я хочу сказать о том, что мы должны все время смотреть в корень Я начал с того, что слался на Зиновьев, который говорил, что коммунизм одержал победу над нацизмом Поэтому, если вы хотите сегодня одержать победу над нацизмом Нужно, так сказать, восстановить те тенденции, которые были заложены в 2017 году, в октябре месяце Без этого мы, правда, не восстановим и идеологию, которая бы выражала интересы большинства народа А не только узкой пятой колонной мы не реализуем Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подходит к концу Поэтому я задам, начинаю с Дмитрия Юрьевича, всем один и тот же вопрос Удастся ли нам отстоять нашу победу? Ведь снова мы вынуждены ее отстаивать Снова нам надо победить в новой, фактически, Великой Отечественной войне Мне кажется, нам удастся ее отстоять, если мы все-таки сделаем правильный выбор Ведь говоря о символах социализма, о Сталине Это не выбор каких-то политической конъюнктуры, то есть, да, это не выбор того, то есть, нравится ли вам красный цвет, как цвет флага Это очень серьезный вопрос, это выбор социальной стратегии, потому что это не политика То есть, нам необходимо будет делать выбор в пользу групповой социальной стратегии То есть, как она будет политически называться, это не так важно То есть, если мы этот выбор сделаем, то нам не только ту победу удастся отстоять Удастся держать еще много новых побед, но его придется делать Ну, я уверен, что в перспективе это обязательно так будет Я здесь согласен совершенно с моим коллегой о том, что не сделав свой социально-политический выбор сегодня В пользу большинства народа, а это, как хотите, судите, но это должен быть левый выбор Это должен быть левый выбор, это должен быть антиолигархический выбор Если мы его не сделаем, то, конечно, тогда будет пляски, так сказать, на костях Тогда будет забвение нашей великой победы То, что произошло на Украине в прошлом году, вот этот вот февральский американо-бандеровский переворот Это первая агрессия коллективного Запада против русского мира за последние 70 лет Отвечая на ваш вопрос по поводу того, удастся или не удастся В истории победу одерживают не просто народы, а народы, организованные в систему В Великой Отечественной войне победил советский народ, организованный в антикапиталистическую, социалистическую систему Олигархи, такие войны не выигрывают Александр Александрович, не кажется ли вам, что мы сейчас находимся перед самым серьезным вызовом с 41-го года? И будет ли наш 45-й? Он, несомненно, будет, в этом спуске никто не сомневается Россия не та страна, которая может проигрывать в таких масштабах Это первое. Второе, я согласился бы абсолютно с коллегами Что если не будет социальной поддержки и понимания в обществе Что святая победа для нас это краеугольный камень, на котором мы стоим И дальше будем развиваться Нам будет достаточно тяжело Но как в этой ситуации технократ, я бы еще сказал Что хорошие идеи, образовательные и так далее Должны подкрепляться конкретными организационно-техническими финансовыми действиями Если этого не будет сделано, одними призывами и одними разговорами мы ничего не решим И дальше будем некие позиции сдавать Мне кажется, надо мобилизоваться Посмотрите, как они мобилизуются В каждой из стран Прибалтики, и сейчас в Польше, и сейчас организовали на Украине Институт национальной памяти Вы все можете представить, что это такое? Это институт, направленный на всяческое охаивание всего Советского, Советского Союза и так далее Нам никого охаивать не надо Но отстаивать свои интересы надо Где у нас такой институт? Нашей национальной памяти, российской национальной памяти Мне кажется, что вот эти компоненты, если мы не соберем их вместе Идеологическое обоснование определенное, воспитательная функция И плюс организационно-технические финансовые средства Вот тут нам придется тяжело Я, конечно, уверен, что в итоге мы выиграем это сражение и это противостояние Но все-таки для этого надо прилагать усилия Я думаю, очень важно помнить, что мы с вами, наш народ, наши деды и отцы Выиграли величайшую в истории человечества войну Поэтому я поздравляю всех наших зрителей с Днем Победы С Днем Победы Советского народа в Великой Отечественной войне А с вами была программа «Точка зрения» Я ее ведущий Дмитрий Аграновский До свидания Днем Победы Советского народа в Великой Отечественной войне